привет как дела наступает середина сентября и в один из уикендов в лондоне проходит open house фестиваль что это за фестиваль я уже рассказывала вам в прошлом году и как на него попасть смотрите в этом ролике а сегодня я расскажу о том как я выиграла билет на право посещение лондонской теле башни бите tower о том как подать заявку на розыгрыш билетов который называется болот я уже тоже рассказывала вам в ролике про то как я выигрывала билеты на чемпионат мира по теннису в имбелдоне смотрите в этом ролике ну а сегодня рассказ о том как я посетила эту бить tower bt переводится как british telecom tower это как башня то есть это примерно как московская останкинская башня главная теле башня всей великобритании можно так сказать и я попала внутрь этой башни пыталась попасть туда целых пять лет и наконец-то мне подмекнула удача его я выиграла билет в 2017 году в этом году в розыгрыше участвует только одно здание new scotland yard это новое здание скотланд-ярда который находится на набережной реки темзы недалеко от биг-бена о нем я тоже буду скоро рассказывать мне удалось побывать первый год открытия на этом мероприятии на фестивале open house лондон и там не надо было разыгрывать билеты там надо было забронировать посещение заранее и мы с моей подругой бежали из ланкастерского дворца кстати я ним тоже уже рассказывала вот в этом ролике можете посмотреть бежали чтобы успеть к 11 часам как сейчас помню в свою группу иначе если бы мы пришли позже то мы бы уже не попали вообще в это здание и что мы там увидели и что мы там посетили и что поснимали и что нам рассказали я буду рассказывать тоже очень скоро не пропустите этот ролик не забудьте подписаться на мой канал впереди еще очень много рассказов о всех мероприятиях которые происходят в лондоне так как это моя работа я рассказываю вам о них что я видела что посещала куда проникала туда куда не пройдет нога не то что обычного туриста но даже лондонца бывают такие мероприятия издания которые недоступны даже англичанам а я там была и что видела что снимала что смогла снять все это постепенно вам рассказываю и показываю ну а также даю некие фишки как попасть куда-то куда вы хотели бы бесплатно это мое все на этом я собаку съела поэтому делюсь с вами своими советами и опытом я всегда подаюсь на такую лотерею если есть возможность я была во многих лондонских зданиях но вот по лотереи проходила только в лондонскую телебашню для того чтобы подать заявку на участие в розыгрыше билета вам нужно иметь британский адрес плюс британский номер телефона плюс к этому могут задаваться какие-то дополнительные вопросы например на посещение тэн даунин стрит где находится резидент премьер-министра великобритании в данный момент это резиденция бориса джонсона я подавалась каждый год в течение семи лет и ни разу не выиграла потому что мне кажется что там есть такая строка какой национальности вы я писала всегда russian и возможно в связи с украинскими событиями связи с новичком и так далее в общем russian сразу отметались наверное из этого списка где просто вытаскивают один билет из 100 методом случайных чисел выигрываешь билет на посещение такого вот очень очень закрытого здания я думаю что съемка там точно запрещена поэтому ни разу я не видела ни у кого видеоролики по резиденции 10 даунин стрит кроме того я подаюсь всегда участвовали в болотах на open house фестиваль шарт это самое высокое здание в лондоне я думаю даже в европе вход туда на обзорную площадку стоит 30 фунтов кажется но может быть уже сейчас больше и ну мне всегда западло платить такие большие деньги за те места куда я могу попасть бесплатно так что в лондоне да да еще есть такие места где я ни разу не была вот на обзорной площадке здания под названием осколок это так переводится по-русски слово шарт но была на в здании напротив куда есть доступ практически каждый день волки толки я о нем тоже буду рассказывать туда просто надо забронировать билеты и попасть в любой из дней которые вы пожелаете такая же обзорная площадка тоже на все 360 градусов можете посмотреть сити изнутри с высоты птичьего полета но об этом тоже позже еще я никогда не была tower of london таверском замке я еще никогда не была вход туда стоит 25 фунтов на данный момент когда я была студентом он стоил 18 фунтов это все равно очень дорого было для меня и ну как бы смотреть там всякие побрякушки короны и какие-то исторические артефакты это не для меня мне больше греет душу стиль современный стиль хай-тека небоскребы и все что связано с инновациями и технологиями это все ко мне если у кого-то какие-то вопросы по этой теме или какие-то я не знаю интересы подписывайтесь на мой канал я много о чем рассказываю про инновации я посещаю все эти выставки инновационные технологические бизнес маркетинга все это обо всем постепенно рассказываю на своем канале всякие исторические детальки я рассказываю по мере того если я узнаю что-то интересненькое от людей но все что написано в книжках вы можете и сами прочитать если вы пойдете например в тавэров лондон что там происходило какие казни кого четвертовали и так далее мне это не очень интересно мне интересно знать о людях о современной культуре что на данный момент чем живет английский народ кому принадлежал этот замок кто в нем жил и кто сидел за этой решеткой мне не очень интересно но у меня была подружка которая очень любила как раз таки исторические события поэтому с ней всегда ездили вместе по городам но ходили по разным достопримечательностям кому что интересно тот то и выбирал ну а сегодня бити тавр и так когда я пришла в бити тавр который я кстати очень долго искала где находится вход ее вроде бы со всех сторон видно в лондоне но где конкретно вход мне пришлось поискать поэтому я вышла заранее телебашня находится в районе фицерове я совсем недавно узнала что существует такой район по моему как раз тоже в 2017 может быть шестнадцатом или пятнадцатом году когда был люмьер фестиваль и мы там ходили тоже по карте с подружкой искали какие-то там инсталляции вот в районе фицерове оказывается есть такой район в лондоне я его не очень хорошо знаю он находится в сторону риджинс парка в сторону бейкер стрит туда от оксфорд стрит ну если кто знает лондон примерно вот там в этом районе в районе уоррен стрит портланд стрит находится вот это бити тавр лондонская телебашня когда я пришла на ресепшн наконец-то я нашла вывеску и вижу что народ стоит и то есть там уже такая очередь из тех кто выиграл эти билеты и там всех проверяли по списку обязательно надо было принести свой айди то есть паспорт или какой-то идентификационный документ чаще всего вторым документом в великобритании считаются водительские права они проходят как идентификация человека а в моем случае часто проходил так такая вот моя резидентская виза она делается на карточке и ну как бы ее не подделать поэтому это тоже считается за айди документ то есть студенческая виза или любая другая резидентская которая дает вам право на проживание в великобритании она тоже является айди документом не везде она может пройти но чаще всего вот на посещение музеев там если вам допустим студенческая скидка гарантирована айди документ и все вам делают скидку или на посещение ну к чего-то по спискам конечно если вам надо предоставить паспорт вы предоставляете паспорт но паспорт великобритании чаще всего вообще никому не нужен чаще всего просто спрашивают любой айди это тоже проходит за айди это для тех кто живет в великобритании по резидентской визе и не хочет таскать с собой целую книжку паспорта и в общем меня отметили в списке и я прошла в свою очередь группами небольшими по 10-15 человек нас проводили внутрь там был такой launch launch то есть такой холл где была представлена выставка различных артефактов принадлежащие этой британской телебашни то есть какие-то фотографии когда она была построена какие-то документы открытия там я не знаю ключ и еще что-то небольшие такие детальки как музей небольшой музей лондонской телебашни плюс к этому мне вот лично очень понравились такой диванчик сделанные в виде положенный на бок телефонной будки лондонской телефонной будки по-моему там в синем или фиолетом таком цвете был помимо этого эти будки стояли еще по холлу там серебристая золотистая золотистая кстати сделана из монеток в одну пеню вся была украшена этими монетками я попросила охранников сфотографировать меня напротив всех этих будок ну им делать было нечего они с удовольствием согласились вообще люди в лондоне очень все такие добродушные радушные пожалуйста проходите делайте что хотите то есть вот у нас в гостях мы вас и по фотографируем и поболтаем с вами что-то я там с ними пошутковала я помню в общем и сама развлеклась и их развлекла а выставка это была организована я думаю впервые потому что именно в этот год телевизионной башни в лондоне исполнилось 50 лет и так что я узнала на этой выставке при строительстве этой башни было задействовано более 13 тысяч тонн стали бетона и стекла бюджет всего проекта составил 2 миллиона фунтов стерлингов высота этой радио телекоммуникационной станции составляет 189 метров и до 80-го года это было самое высокое здание в лондоне в конструкции были предусмотрены вращающиеся вокруг своей оси ресторан и сувенирный магазин и 31 октября 1971 года в верхней части башни произошел взрыв ответственность за которую взяла на себя временная ирландская республиканская армия после чего в 80-м году ресторан был полностью закрыт в начале двухтысячных годов в верхней части башни была установлена подсветка на 360 градусов которая кстати сейчас в лондоне вещает все такие крупные лондонские британские события например когда кейт родила принца джорджа наверное с этого момента и пошли вот эти вот оповещения анонсы на британской телебашни там было написано it's a boy и на свадьбу гарри и мэган там писали congratulations и когда родилась шарлотта там тоже написано и было it's a girl в общем какие-то допустим чемпионат мира по регби проходил вот в прошлом году я видела что там пишут регби там что-то via coming home про футбол про все все что касалось каких-то значимых событий в лондоне в британии и за рубежом где британия была представлена и что-то выигрывала все было на британской теле башни высвечивалась вот именно в тот день когда происходило то или иное событие поэтому я как репортер допустим всегда старалась посмотреть а нет ли сегодня чего-нибудь на написано набить и тавр иногда новости просто узнавала именно вот с этого анонса потому что в принципе башню видно с любой точки центра ну и помимо этого так как башня высокая там оперируют два скоростных лифта которые поднимают на последний этаж людей за 30 секунд то есть очень скоростные мы как раз нас провели в эти лифты завели группой и мы стремительно помчались вверх и мы как раз попали на эту вот самую вращающуюся площадку на все 360 градусов можно было посмотреть в лондон с высоты птичьего полета нас всех пригласили к барной стойке напоили чаем кофе напитками всякими соками ну я взяла себе кофе и какими-то печенюшками угостили и вот пока мы вращались просто я посидела попила кофе и посмотрела на лондон с высоты какие там шикарные виды открываются особенно вот на район бейкер стрит там вот так вот стоят здания я просто это все поснимала и на фото и на видео и просто шикарнейшие виды и видно и кован гадан и биг бен и лондонское колесо обозрение и даже Грэнфилл Тауэр которая как раз сгорела именно в тот год его еще не обнесли белой пленкой и очень так хардбрекинг это называется очень взяло за душу что вот так вот по городу видно сгоревшее полностью сгоревшее здание может быть когда-то о нем я расскажу это очень тяжелая тоже история для меня была я ездила туда снимать видела как горит эта башня жилого комплекса кроме того когда я увидела когда я проехала все 360 градусов там как бы уже надо было уходить но я решила остаться ну я не могла просто так уйти не сняв полный круг точнее у меня получился не полный круг а от кован гадана до как раз до Грэнфилл Тауэр я так поставила просто камеру у меня не было с собой триподы и вот целых шесть минут я ждала пока башня прокрутится то есть наверное полный круг составляет около 12 минут и снимет все абсолютно весь Лондон моей камерой на видео для продажи потому что такого наверное случая еще мне больше никогда не предоставится чтобы само здание крутилось по кругу Лондона и поставить так камеру чтобы это все снялось одним махом к сожалению я потеряла этот кадр как-то ну потому что как раз в 2017 году как раз уже в октябре я уезжала вообще навсегда домой это потом я уже в 2018 вернулась учиться в другом университете ну пока я собиралась пока все собиралась все свои пожитки все свои вещи и что-то я на компьютерах оставляла что-то на хард-драйвах в общем какие-то кадры потерялись и вот этот кадр к сожалению я потеряла а недавно я его нашла просто нечаянно не вне папки он был куда-то засунут и я нашла его я его запихала на на видеосток я уверена что но не раз будет продаваться и вам я обязательно его покажу в конце этого ролика может быть даже убыстрю потому что ну шесть минут навряд ли вы будете смотреть но вообще виды конечно шикарные и вот эти шикарные виды в одном из моих роликов на ютюбе на другом моем канале лондайланд где я просто свои репортажи выставляла в течение всей своей жизни в лондоне там увидели вот эту вот этот ролик о битит тавер студенты по моему какого-то университета то ли из пермингема то ли из лица точно не помню меня иногда периодически люди спрашивают можно ли использовать ваш видеоконтент я скажу так если ко мне человек обращается я ему даю письменное согласие или не даю письменное согласие чаще всего даю потому что ну студентом допустим я всегда стараюсь помогать потому что сама была в роли студента все видео стоит очень дорого что-либо купить невозможно за такие бешеные деньги это покупают в основном телекомпании у меня допустим или какие-то новостные источники у которых есть деньги но у студентов нету таких денег я понимаю это и чаще всего я даю им свое согласие на использование вот битит тавер хотели использовать в своем каком-то музыкальном видеоклипе не знаю использовали или нет позже мне приходят на мой канал копирайты и если я не давала кому-то свое согласие я ставлю страйк потому что все таки эти кадры стоят очень дорого я пять лет ждала чтобы снять эти кадры и просто так кто-то их ворует я конечно отстаиваю свои авторские права на тот или иной видеоролик но если я увижу допустим какой-то музыкальный клип и пойму что это эти студенты чаще всего я прошу их прислать мне их окончательный проект то есть видеоклип где они использовали мои кадры то я не буду ставить страйк у них есть мое согласие письменное но люди которые не спрашивают вообще никакого согласия сразу же получают страйк но это так о том как я борюсь за свои авторские права на ютюбе или в каких-то других источниках это все регулируется законом международным законом европейским законом в россии у нас пока это не развито но но если кто-то в россии сворует мой контент и выставит в качестве своего он получит не только страйк но еще и большой большой ай 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 в виде судебного разбирательства и финансовых каких-то штрафов конце когда я уже спустилась вниз опять там выдавали вот такие всякие фотографии по моему пять типов фотографий но всегда все здания в которые ты проходишь по броне или по выигранным билетам они стараются подарить людям потому что там ограниченное количество человек там допустим 10 групп по 20 человек и они могут сделать 200 каких-то презентов для того чтобы человеку запомнилось посещение того или иного архитектурного здания и вот этого события который проходит ежегодно в течение уже по моему 25 точно лет вот этого вот фестиваля open house лондон было пять таких открыточек разных типов можно было взять все но так как я уезжала в тот момент у меня была куча своего барахла и вот такой вот макулатуры со всех выставок со всех событий и мероприятий и посещений таких вот архитектурных сооружений очень много всего у меня накопилось за шесть лет моей жизни на тот момент это было шесть лет взяла я только одну решила думаю ну чего я буду собирать пять открыток потом их выкидывать зачем пусть люди людям останется останутся другие открытки и люди возьмут себе потому что вдруг кому-то в последний тур не хватит такой открытки а мне вот одно на память надолго и хватило и в принципе тут изображен на бите тавр шестьдесят шестого года то есть в том виде в котором она была открыта 50 лет назад пока на этом все смотрите ролик который я сняла полный круг на все 360 градусов лондона я не прощаюсь с вами говорю до свидания до новых встреч пока пока а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok